здравствуйте дорогие друзья гости нашего канала с вами и лидия сегодня мы начинаем цикл видео под название недвижимость в англии дома и квартиры в лондоне где лучше жить в лондоне цикл будет состоять из трех видео первая сегодняшняя дома и квартиры челси первая зона второе видео дома в ричмонде четвертая зона и третье видео дома фэлтами шестая зона в сегодняшнем видео я расскажу и покажу вам какими бывают дома в самой дорогой престижной части лондона челси также я расскажу вам как исчисляется это же великобритания что такое low ground floor basement floor или garden floor и как выглядит здание с самыми дорогими апартаментами меньшинс и конечно же вас ожидает экскурсия по квартире в апартаментах на необычном нашем понимании этаже если вы заинтересовались оставайтесь с нами приятного просмотра челси считается престижным местом практически со времени своего основания в 776 году в этом районе мало туристических маршрутов что скорее всего является достоинством расположена в центре города района чем его недостатка главное в челси это неподражаемая атмосфера пешенебельности и покоя светского образа жизни и уюта жизнь здесь отличается размеренностью спокойствием уединение пентхаусов 17 столетия для состоятельных покупателей подумывающих о приобретении респектабельной недвижимости в лондоне это один из самых притягательных районов сейчас хочу остановиться подробнее о том как исчисляются этажи в великобритании в отличие от стран бывшего советского союза англия застроена в основном двух четырехэтажными домами и здесь во многих зданиях имеется подвальное помещение где расположены квартиры но эти подвальные помещения отличаются от тех которые у нас дальше видео вы увидите разницу цена на них немного ниже но никто не считает что он живет в подвале наоборот они гордо называют подвальное помещение где находится квартира low ground floor мы привыкли называть подвалом этаж здания с уровнем пола ниже уровня земли более чем на половину высоты помещения окна как бы выглядывают из земли и стены квартиры находятся под землей в англии же подвальный этаж виден весь он как бы расположен на основании котлована у этого этажа есть несколько названий low ground floor если я читаю о квартире и basement floor или garden floor если мы говорим о домах далее следующий этаж это ground floor первый этаж на уровне земли с выходом на улицу и далее привычная нам нумерация этажей от первого и выше то есть получается что первый этаж это фактически второй вот такое великобритании исчисление этажей ну а теперь обещанная экскурсия по квартире в апартаментах расположенных на но ground floor мы находимся с вами в апартаментах квартира классифицируется как to bedroom flat это значит что в квартире три комнаты 2 bedroom то есть две спальни плюс одна общая комната living room ванная комната шикарная здесь как бы два отдельных помещения 1 душевая кабина которую надо подниматься по ступенькам и собственно сама ванная с двумя большими зеркалами с окном и несколькими шкафчиками удобными чтобы там расположить всякие необходимые сопутствующие вещи а 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 вот так выглядит детская комната. Это, как вы догадались, спальня родителей. Я делала съемку квартиры как раз за день до отъезда семьи на каникулы, поэтому извините за беспорядок. Что мне нравится в квартире, это огромные шкафы. Я представляю, сколько всего можно туда положить. И теперь по коридору мы перемещаемся в гостиную и как бы в столовую и кухню. Обратите внимание, какие высокие потолки и какие большие окна для того, чтобы сделать квартиру более-более светлой. Окна большие не только на этом low ground floor, а во всех квартирах, на всех этажах. Кухня достаточно большая и очень удобная. Стол для приема пищи расположен прямо возле кухни, между гостиной и кухней. А это вид из окна, с кухни во внутренний дворик. Собственно, сама гостиная комната. Вид из окна. В Англии считается очень модным гостиной иметь большое зеркало. Также считается очень модным и, кстати, и удобным иметь мебель из кожи, диван или кресло. Это очень удобно и практично. Почти каждый дом или квартира имеет свое сердце, то есть камин. Сейчас топить камины нельзя, по крайней мере, без разрешения. Это запрещено законом. Площадь квартиры составляет около 80 квадратных метров. Аренда такой квартиры составляет 550 фунтов в неделю, то есть около 2400 фунтов в месяц. И если вы захотите приобрести такую квартиру, вам придется выложить около полтора миллиона фунтов стерлингов. Теперь мы поднимаемся с вами в холл, где сидит консьерж. Обратите внимание, как выглядит этот зал. Два огромных зеркала, все в коврах. Красивая дубовая огромная дверь. Красивая дубовая огромная дверь. И идем на выход из этого радушного дома. Спасибо вам за экскурсию. Как правило, дома в Челси имеют частные парки, куда вход разрешен только людям, проживающим в домах в округе таких парков. Напоследок, по традиции, чисто английский анекдот. Сэр, говорит Натариус, ваш покойный дядюшка завещал вам три дома в Лондоне, 200 тысяч фунтов стерлингом, наличными и охотничью собаку. Надеюсь, собака хоть породистая. Всем всего доброго и ждем вас на экскурсию по дому в еще одном из престижных районов Лондона Ричмонде. Кстати, ранее мы с вами просто гуляли по этому прекрасному, уютному городку. Ссылку на это видео можно найти как в конце видео, так и под видео. До новых встреч! Бааааай!